Зачем выделять долю в натуре и как это можно сделать? Чем отличается доля в праве собственности от доли со своим кадастровым номером? Как собственник может выделить свою часть квартиры? Можно ли разделить лицевой счет? И если да, то как? Разобраться с этими вопросами помогу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Итак, квартиры коммунального заселения до сих пор существуют, но их нельзя путать с объектами долевой собственности. Часто возникает неразбериха из-за того, что люди пытаются понять разницу между долями в праве собственности на квартиру и долями в объектах с отдельными кадастровыми номерами. Так вот, важно знать, что долей с кадастровыми номерами в принципе не существует. В любом случае, кадастровый номер присваивается на всю квартиру полностью, независимо от того, находится она в долевой собственности или нет. Как возникает собственность? Итак, долевая собственность может возникнуть по нескольким причинам. Например, в результате наследования раздела имущества между супругами и другими типичными житейскими историями. Квартира может находиться в общей собственности с определенными долями, общей собственности без определения долей или в совместной собственности. Такой вид владения может быть только между законными супругами. Если доля не выделенная, это означает, что существует доля в праве, а не в объекте. По сути, право-направо. То есть, каждый собственник фактически владеет долей в каждом сантиметре в помещении, а не отдельной комнатой. Если доли выделены, то речь идет о пользовании конкретным обозначенным помещением, комнатой. Как выделить долю в квартире? Когда требуется выделить долю в натуре и определить порядок пользования, собственники могут пойти двумя путями. Первый путь – это договориться между собой и просто пользоваться недвижимостью в соответствии с договоренностями. Документально это соглашение не оформляется. Второй вариант – применяется в случае, если договориться полюбовно не удалось. Тогда владельцам приходится обращаться в мировой суд. Сейчас уже районные суды. Понадобятся следующие виды документов. Первое – правоустанавливающий документ на имущество. Второе – паспорт. Третье – исковые заявления о выделе доли в натуре. Когда суд выделяет доли в натуре, он не выделяет отдельные объекты права, а просто фиксирует порядок пользования помещением. После этого собственник пользуется имуществом так, как определил суд. Если вторая сторона каким-то образом этому препятствует, тогда можно обращаться к судебным приставам о понуждении в исполнении решения суда. На практике суд отнимает много сил и времени, а итог получается примерно такой же, как и при соглашении. Разделить финансово-лицевой счет в Москве на данный момент невозможно. И еще немного нюансов. Выделение доли в натуре – наиболее выгодный и удобный вариант. Это помогает решить ряд вопросов, которые рано или поздно возникают при владении и распоряжении долей квартиры. В случае продажи доли совладельцу, а не третьему лицу, будет несколько легче провести сделку. Тут также стоит помнить о том, что выделение доли относится к субъекту права, а не к объекту. То есть к человеку, который владеет данным имуществом, соответственно, после продажи новому владельцу придется выделять долю повторно. Супруги владеют квартирой вместе, то есть жилье находится в их совместной собственности, но при желании они могут разделить квартиру. Недвижимость перейдет в категорию общей долевой собственности. Важно помнить, что в этом случае все зависит от режима владения. Если супруги заключили брачный контракт, то режим владения меняется с законного на договорной. И далее. Все зависит от тех условий, которые прописаны в договоре. С вас лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие интересные видео.